Штаб по комплексному развитию Ульяновской области губернатор Сергей Морозов начал с подведения итогов пятого по счету форума деловых женщин, который состоялся в Ульяновске в конце минувшей недели. Итог, свыше полутора тысяч бизнесвумен получили новые знания, обменялись опытом и наладили бизнес-партнерство. Губернатор еще раз подчеркнул, Ульяновская область и регион лидер по привлечению женщин в предпринимательскую деятельность. Реализовывать свои идеи должно быть комфортно каждому предпринимателю, не только женского пола. Превратить Ульяновскую область действительно в кадровую МЕКУ, куда могут прийти любые бизнесмены, куда могут прийти любые идеи, проекты, потому что все будут знать о том, что здесь хорошо подготовленные кадры. Теперь Морозов просил сконцентрировать все силы на партийном форуме «Социальная справедливость глазами людей», который продлится в регионе до 20 марта. Цель форума – найти ответ на главный вопрос – как эффективнее поддержать граждан, чтобы сделать их жизнь достойной. Глава региона ждет от земляков предложений, замечаний и ценных идей, в том числе и по изменению в законодательстве. Форум станет площадкой для серьезного обсуждения зарплаты работников бюджетной сферы. К апрелю месяцу мы должны будем провести, правительство должно провести полную ревизию ситуации заработной платы, ну и выйти на соответствующие предложения. Поэтому, коллеги, в том числе и уважаемые земляки, к вам обращаюсь. Многие из вас работают в бюджетной сфере, и мы с вами отдаем себе отчет о том, что оплата труда, тем более ее реформирование – это такой крайне серьезный и чувствительный вопрос. Затронули на штабе тему цифровизации. В режиме стратегии цифровой трансформации в регионе работает многоканальная система обратной связи. Так, в Центре управления регионом ежемесячно составляют рейтинг, насколько эффективно органы местного соуправления и исполнительные власти отвечают на жалобы и предложения жителей. В феврале лучше всех на обращение жителей в соцсетях реагировали в Министерстве транспорта, а также в Минпросвещении и Министерстве семейной демографической политики. Среди муниципалитетов – Топе, Ульяновский, Староманский, Сурский и Николаевские районы. По социальным сетям первый критерий – это время ответа. Человек должен получить реакцию власти в течение трех часов. Сейчас по Ульяновской области это время составляет в среднем 2 часа 5 минут. Следующий критерий – это качество ответа. Это отсутствие канцеляризма, отсутствие ссылок на многочисленные нормативные проекты. Третий критерий – реальность решения проблемы. На вопросе по строительству детского сада на улице Шигаева, 19, кажется, не работают ни реальные, ни виртуальные жалобы. Морозов просил найти виновных в срывах сроков. Промедление в этом вопросе отражается на имидже всей области. Сколько можно, почти каждый год у нас этот бардак происходит в Ульяновске. Вот это же не первый раз происходит. Но я хочу понять, кто опять в очередной раз подвел всю Ульяновскую область и кто за это понесет ответственность. Раскритиковал глава региона и предстоящий массовый месячник благоустройства, который должен начаться 19 апреля и продлиться до 7 июня. Но не успел министр ЖКХ Александр Черепан начать свой доклад, как тут же закончил. Морозов разнес пух и прах, как сроки, так и то, что будут благоустраивать. Я что-то как-то первый раз так слышу, чтобы мы с 20 апреля начинали весенние такие вот благоустроительные работы. Опять же, смотря на ваш экран, так сказать, я так и нигде не вижу. Сколько какой краски, белел, значит, там шансовые инструменты, кто где что заготавливает для того, чтобы действительно реально, так сказать, начать приводить всю область в порядок. Все остановки там грязнющие, их сейчас уже никому не мешает там мыть, чистить, готовить. Все плакаты, которые там у Сергея Сергеевича на одновешенном, так сказать, уже порваны, там отвалились, висят. Хотя там с государственной символикой, что называется, это как минимум флага. И вы хотите, чтобы я на это вот закрыл до 20 апреля? Сергей Морозов обещал лично проехаться по некоторым районам, чтобы посмотреть, как начали встречать весну. Не обошлось и без коронавируса. За последние сутки в регионе зафиксированы еще 200 новых случаев заражения. Регион приближается к отметке в 50 тысяч заболевших за весь период пандемии. До 1 марта у нас отмечалась такая стойкая тенденция к снижению. У нас каждый день заболеваемость абсолютно в цифрах падала. Но вот последние две недели они говорят о том, что у нас мы вышли на такой вот плата на стабилизацию. И, скажем, последние две недели у нас заболеваемость в абсолютных цифрах, она колеблется около 100. Однако глава региона рассказал информацию с федерального центра. 2021 год станет очередным годом пандемии. Говорить об ее окончании можно только в конце 2022 года. Расслабляться рано. Режим, например, масочный не отменен. Мы и не собираемся, надо честно сказать, снимать эти ограничения. Но и на промышленных, и на бизнес-предприятиях, и в местах массового пребывания граждан, и на объектах торговли. Все меньше и меньшее количество людей это соблюдает. Это вопрос к руководителям отраслей, к руководителям муниципалитетов. Тем временем в регионе стартовала неделя нацпроекта здравоохранения. В районах будут работать передвижные центры здоровья и мобильные пункты вакцинации. Ринат Алиулова, Юрий Конихин, Улправда ТВ.